Едем дальше по трассе М4 9 часов хорошо позавтракали как я говорю все надо делать вовремя Немного о себе любимом В продолжении беседы Что можно много знать А толком ничего не уметь Основной критерий Конкретный результат Если результата нет То все ваши знания Образование Не одно А два, три, а то и четыре Никуда не годятся Есть масса людей, которые пытаются учить других Не зная и не умея Относительно себя Любимого Почему любимого? Потому что себя надо принимать Если ты чем-то недоволен, каким-то качеством Самым себе То поработай над ним Чтобы Стать довольным Этим качеством И вот именно так Я и начал работать Еще с детства Ну кратко скажу В тяжелой атлетике Тяжелая атлетика Вид такой спорта Что там Мало природной силы Там должна быть И техника И умение Подводиться К соревнованиям И многое-многое другое Я видел Ребят, которые Посильнее меня И даже намного посильнее меня физически Но что касается подъема штанги Вот эта физическая сила Зажатость Им мешала поднимать Понимаете? Мешала поднимать Вот такой вот парадокс И вот начиная Именно с тяжелой атлетики Вернее с качания Сначала так Атлетизмом занялся А потом я уже перешел На штангу Вот какие качества Должны быть у человека Вообще качества Ну сейчас Относительно Тяжелой атлетики В первую очередь Это наблюдательность Наблюдательность За другими людьми А именно Те люди Это очень Хорошо Видно Которые Достигли В этом деле Какого-то Существенного Результата Успеха То есть Я вот Пацаном Смотрел А за счет Чего Они поднимают Ага Техника Ну Технику Вот я Старался Эту технику Освоить Отрабатывал Самостоятельно Смотрел Смотрел И отрабатывал Смотрел И отрабатывал Раньше были Книги Такие Которые Именно Технику Показывали Сейчас Таких Книг Нету Вот я По этим Книгам А больше По телевизору Смотрел Вот когда Были соревнования Как выступает Тот или иной Штангист Какая у него Техника Что он там Показывает И я старался Вот это Вот Для себя Применить Скопировать И оказывается Так все идет Вот даже Я читал Про святых Ученики Приходят К святому Они просто Живут рядом И смотрят Что он И как делает Все И делая это У них Начинает Проявляться То что И учителя Есть Вот точно Так и я Действовал Ага Вот такая Техника Я потратил Много Времени Для того Чтобы ее Освоить Освоил Потом Помимо техники На даже Сила Как они там Силу Набирают Прочитал 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 Про поле Андерсона Что вот Он Приседал Со штанной Приседание Сто Примерно Делал Задную Тонировку И Выпивал Там Где-то Литров По пять Молока Примерно Там Ну и я Так Начал Бидончик Молоко Покупал Выпивал Приседал Потихоньку Потихоньку Ага Пошло Пошло Дело И вот Как раз Тяжелая Атлетика Она Позволила Мне Мне схватить Вот это Основное Как надо Учиться Смотри На тех Кто лучше Тебя И Перенимай Их Опыт Вот это Вот Основное И вот Сейчас Я веду Этот Канал Много Людей Подготовленных И грамотных И начитанных И даже Кое-что Умеющих Я не считаю Себя В этом Деле Какой-то Выдающейся Личностью Но Когда Смотрю На Каналы Других Людей У которых Там Подписчиков Ну Раз В 50 Больше Чем У меня Я Конечно Это Также Начинаю Анализировать За счет Чего Это Там Происходит И вот Ну Вот Можно Там Перенять И Их Опыт Рецептурный Рецептурно Восхваляющий Так Это Упражнение Одно Это Упражнение В день И вы На 10 лет Будете Моложе Далее Ролик Идет А вот Это Упражнение На 20 Лет Будете Моложе А вот Это Упражнение Вы У вас Там Кожа Молодец А вот Это Упражнение У вас Там Еще Что Там Такое Сделается И Вот Этот Рецепт И так Далее Уже Думаешь Сколько Можно Этот Рецепт Тот Рецепт Вы Все Омолаживаетесь Что Тогда Этот Рецепт Как Не Годится У меня Например Спрашивают А что Вы Уринотерапией Уже Там Не Занимаетесь Я Для Себя Эту Науку Освоил Занимался И При Случа Если Она Мне Ну Понадобится Я Ее Применю Сейчас Я Занимаюсь Несколько Иными Вещами Здравствуйте Сколько Сколько Говорите 20 рублей Возьмите Ага, спасибо. И все сводится, знаете, к тому, что эти люди несколько я отвлекся. Вот, мне не хочется уподобляться вот этому вот рецептузму. Потому что в свое время, когда я начал заниматься, искал это естественное естественный этап жизни. Ты ищешь рецепты, вот они должны там работать. Было у меня такое. Но оказалось, работать не рецепт, а как ты сам работаешь со своим собственным организмом. Можешь, то есть ли с ним работать или нет. И вот тут тяжелая атлетика мне опять-таки намного открыла глаза, как и что там работать. это одно с другими каналами. Поэтому мне не хочется им уподобляться, а хочется вот как я это дело понял, как мой собственный опыт показывает, что лучше всего работать так. Рецепт это все дело такое временное и ненадежное. Сегодня действуют, завтра не действуют. Почему не действуют, кто его знает и кто не знает. Далее. На канале имеются подписчики, люди начитанные, пробавшие кое-что и даже выросшие на моих книгах есть. Есть такие, которые хотят что-то там поспорить, что-то там свое доказывать. Да вообще в интернете такая вещь. Какие-то там батлы с кем-то надо там побиться, дабы что-то доказать. Хотя если обратиться к источникам, то раньше примерно так и было в далекие-далекие времена. И даже не христианство, а еще дальше. Когда вот один продвинутый святой человек медился своей святостью с другим человеком, кто из них значит более святый. Ну, эта тенденция такая, она сохранилась. И вот сейчас поспорить там, побиться или еще что-то там такое. я как-то уже самому себе доказал, почему я успокоился, поправился и доволен тем, что я имею. Если я это не имею, значит, я просто-напросто начинаю работать в этом направлении, дабы иметь. Так вот, мне не хочется там с кем-то там спорить, что-то кому-то доказывать. Я себе все доказал сам, повторяюсь. Критерий самый лучший это пример, собственный пример. И вот я начал с примеров, что важно за дело взяться умело. Вот интересная мысль. За дело взяться умело. И если ты умело взялся за дело, то ты опередишь всех остальных, которые в этом деле не так смыслят, как ты. В том числе в тяжелой атлетике. Вот я знаю Ковача. Он мне рассказывал до этого как-то мы с ним так не говорили, а тут поездка в Крым два дня. И вот он рассказывал, что раньше он был рахитом, то есть родился рахит, голова большая, в детстве там его обижали. И он говорит, я уже понял, что мне своих сверстников чисто физически не одолеть. Из-за того, что я имею какие-то вот такие уже с детства ограничения. Весил мало что-то лет в 17 или 16 так, как он говорил. Весил там 40 килограмм, то есть недоставало веса. это все влияло. Но тем не менее. Когда он пришел, как-то вздал, и он так на меня глянул, я сначала не понял, почему он так сказал. Я, говорит, смотрел фильм про Синбада Марихода. И там, значит, был огромный человек. Огромный человек. То есть был циклоп. Оказалось. Циклоп, который поразил всех своей такой мощью. Так, говорит, это был ты такой большой, что для меня ты оказался таким персонажем из фильма Синбад Мариход. Циклопом могучим. Потом, говорит, Ковач, посмотрел, как ты там тренируешься, как ты там занимаешься. Сам начал применять. Поправился килограмм на 20-15. Почувствовал себя другим человеком. И в итоге опередил многих. А то я его пример привожу. И вот сейчас по гирям среди ветеранов прекрасно выступил. Кучу медалей увез. То, что не мог сделать в своей юности, детстве, а хотелось из-за разного рода ограничений физических. Преодолев их, человек это все наверстывает. вот это такой пример. И в данном случае можно действительно много рассказывать, много там распинаться. А вот лучше всего своим примером. Поэтому я показываю свои тренировки, как я занимаюсь. Да, какие-то детские веса. я не хочу там ставить какие-то рекорды, к чему-то такому тянуться. Ну, так более-менее существенно увеличить для себя. Ага, где-то там что-то уменьшить, что-то там нарастить, что-то там делать. Чтобы это наглядно было. Вот как я голодал и записывал, и вы там увидели все. И ряд ужаснулся людей. Надо же так себя довести. Вот для того, чтобы поработало, дух поработал творчески над телом, надо определенное время. Как раз вот за это время вы становитесь другой личностью. Даже с другой фигурой. Ну, личность не сразу, конечно, меняется, но тем не менее. Итак, собственным примером показывает другим, что можно там в оздоровлении, что нужно в саморазвитии, что можно в самореализации. а не спорить, не тратить время на какие-то батлы, что-то кому-то доказывать. и вот вывод относительно себя. Я всегда старался равняться, если чем-то занимался, на тех людей, которые реально достигли каких-то выдающихся результатов. Тяжелой атлетики Андерсон, а пожалуйста, я его, так сказать, скопировал, да, потом у меня приоритеты несколько поменялись, я, значит, больше там уже на современных штанистов, каких, там, Люкфедер, Давид Ригерт, Василий Алексеев, Василий Алексеев, вот, прекрасно говорит, в первую очередь надо знать, что ты хочешь, многие не знают и не понимают, кстати, эту же мысль высказал и Эрнст Константин Львович, многие люди не знают, что они хотят, а раз они не знают, что они хотят, они тогда соответственно и действуют так, их действия напоминают метание туда-сюда, туда-сюда и толком ничего не получается, а когда ты понимаешь, что ты хочешь, подбирая средства и пошел, и для этого пользуйся примером человека, который этого достиг, и так спорт прошел, далее я, вот, для меня большой был пример, это Польбрех, прекрасно написаны книги по голоду, знаете, вот, какая-то энергетика в них чувствуется, по голоду, потом ряд других специалистов по голоданию, но просто как практический пример воплощения, особенно на начальном этапе, вот, и призывается Польбрех для меня, потом, конечно, был Суреновакович Аракелян, который сказал и доказал, что на животных, что это может быть применяться и в массовых масштабах, что это просто не единичные примеры, это уже статистика, это работает на массу, то есть оболожение с помощью голода, физиологически полезного голодания, как мы говорим, Войтович я почитал, очень интересные Войтовича, Николаев, то есть в различных книгах об одном и том же вопросе, в данном случае о голоде, было вот написано нечто общее и в то же время какие-то собственные наработки авторов. Я постарался все это впитать и несмотря на то, что вот именно смотрите, я начитался Поля Брега, Войтовича, Николаева, Аракеляна, этого самого, Шелтона, ну и ряда других, это основные по этом, и вот несмотря на то, что я был начитанный, и я начал практиковать голодание, оно у меня не получалось, оно у меня не получалось, вот примерно до недели еще было нормально, а с выше недели я там прочитал одного автора, который советовал там на апельсинах выходить, и после 19-дневного голодания и выхода из него, то есть голодание прошло нормально, отлично, и выхода на апельсинах, у меня где-то через 3-4 слезла эмаль зубов, то есть были, вот несмотря на то, что это книги, их еще, то есть знанием книга, книжное знание, их еще надо не просто уметь применять, а как-то и применять и анализировать, как она работает, это также процесс, и вот пока я его применял, я наделал там кучу ошибок, и на входе, когда надо настроиться на это дело, и во время проведения, те, кто голодали, меня поймут, и оценят такая вещь, что ты голодаешь трое суток, семеро суток, больше, а внутри раздается голос, да ну нафиг, и так уже отлично поголодал, или же такая решимость, ох, я сейчас как, поголодаю, все, с такой решимостью ты входишь в голод, день два, и тут начинается перестройка организма, и ты тебе становится хуже, и ты думаешь, да ну нафиг, закончу это голодание, зачем там оно надо, вот такие вот вещи были неоднократно, причем, я научился настраиваться именно так, ну вот семь суток загадывает на себя поголодать семь суток, но при этом конкретно уже говорю, а сутки отголодал хорошо, потому что бывает так, что вот ты отголодал трое суток, а думаешь отголодать 15 суток, ооо, еще столько времени на голоде, время тянется очень и очень медленно, и потому если тут раз я еду, хоп-хоп, все это пролетело, если бы я ехал на голоде, эта дорога растянулась буквально-таки на месяц, вот такое впечатление бы создалось, когда человек голодает, вот поэтому отголодал, говорю, о, хорошо, отлично, ну, завтра еще денечек, ага, отголодал денечек, говорю себе, о, отлично, молодец, ну, завтра еще денечек, и выхожу, отголодал, о, еще ничего, еще денечек, и так только, хоп, и 15 суток, и 20 суток, и больше, то есть, вот такая интересная установка у меня была, которая вот помогла, не то, что вот с этой конечной датой как-то вот бороться, дотянуть до нее, вот, вот тогда, а вот так вот все это дело преодолевать, то есть, очень интересно, потом, масса, конечно, вот этих ошибок была, на выходе, совершена, пока я, вот для себя лично не подобрал, что для меня лучше всего подходит кисломолочное, выход на кисломолочное, я покупаю простоквашу, там, литр купил простокваша, домашний, на базаре, добавляю туда медок, он выдает интересный желчегонный эффект, ну, допустим, там, чайную ложку, желательно чайную ложку, но я на чайной ложке, честно, откровенно говорю, останавливался редко, чайная ложка превращалась в две, а то три чайных ложки, ну, такое бывало, и, знаете, я сейчас вообще хочу сказать, что я не пытаюсь выдать себя за некого уникуба, который все знает, который все может, а я показываю на канале свой путь обычного человека с его ошибками, с его сомнениями, с его как промахами, так, наконец-таки, удачами, и, наконец-таки, победой, достижением цели. вот этот вот путь, а не то, что вы увидели, я увидел там, готового там, какого-нибудь там, чемпиона, ух ты, нифига себе, а я не понимаю, какой путь он проделал до того, чтобы стать этим чемпионом, вот поэтому я это все демонстрирую на канале, чтобы вы видели и слабину, и достоинство, и все-все-все-все-все-все видели, что такой же человек, который занимаясь чего-то там достигает, скажем так, вот это вот главное. Что потом дальше я хотел бы сказать? Так вот, понадобилось 15 лет для того, чтобы я от начала голодания суточного сумел пройти 40-суточное голодание. 15 лет. При этом голодание в различные сезоны года также откладывает свой отпечаток. очень трудно голодать летом, в жару просто выматывает, расслабляет. Гораздо лучше, гораздо лучше, знаете, весной, осенью, когда вот такое прохладное, влажное время года. Голодание сушит, а вот эта вот как раз погода, она способствует тому, что как-то помогает этому процессу. Зимой получше, чем летом, но голод, фу ты голод, мороз, он также накладывает свой отпечаток, какое-то голодание получается жесткое. Это же самое про жесткое голодание, можно сказать, и голодание сухое. к нему также надо подготовиться, настроиться. И когда организм вот натренирован к этому, он довольно-таки быстро входит и проходит нужные стадии голодания, потому что есть стадии голодания, но оказывается, что в жизни они не у всех получаются явные, чтобы там был ацинотический криз, у меня не наступает. А это все из-за того, что человек сразу только начал голодать больше недели. Больше недели. Надо именно настроить себя на практику голодания до недели. Сотки, двое, трое. сутки регулярно, потом двое, трое, а потом уже только раз, можно чуточку больше, четверо, пятеро. И вот этого достаточно, чтобы уже только раз, семь, десять дней отголодали без всякого ехала. То есть, вы уже были настроены. Организм уже запускается по фазам, как они сказаны. Фаза этого пищевого возбуждения, даже фаза первая ацетатический кризис, потом второй будет. Я голодаю, начинаю голодать. Раз, что такое пахнет ацетоном? От кого это? Что тут делали? То есть, от меня уже запахло ацетоном. Вот, пришлось найти существенные ошибки. Голодание это прежде всего голодание без учета индивидуальной конституции. Масса ошибок возникает и люди, как правило, если их не понимают, они бросают это все дело. Отбираются только те, у которых индивидуальные особенности конституции как никогда хорошо подходят для голодания. И они тогда голодают и говорят, о, а другие попробовали и их вот так вот свернуло в дулю. И они не, 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 не голодать там. А им нужен совсем другой голод. и к чему я веду речь, что моя начитанность по вопросам голодания, начитанность пришла в практику умения эти знания, эту информацию применить и получить результат. вот это вот важно. Начитанность переходит в знания и умения и дает результат. А так в интернете огромное количество информации вот так вот разлитой, вот как я вот сейчас вот так вот смотрите по горизонту вот так вот информация разлита. Огромное количество знаний но вот все это в кучу сложить, применить и чтобы получить конечный результат это очень мало укрой получается. И вот многие говорят вот я по вашим книгам что-то там делал и вот как вы написали то и было если бы я это сам не прошел я бы не подчеркнул вот эти нюансы что это будет вот так это будет вот так это будет вот так потому что это было у меня и более того я отстранился от себя а начал еще там говорить а что будет с учетом вот той или иной конституции которой у меня нет но которую я представляю какие процессы разыгрываются вот что интересно и главное кодеки и мне остается вот для того чтобы регулярно выходила информация на канале чтобы этот канал превратился какое-то там доходное дело вот так же заполонить интернет своими рецептами но если я рассказываю как о соде что вы там до этого про соду слышали в основном как ее там пьют как после этого портится желудок ну и еще там что-то там такое я собрал всю информацию доступно и обработал как уже вы с ней поступите как вы уже служите это ваше дело так точно я там буду делать травник у меня уже есть статьи на эту тему следующее целебное свойство березы и продуктов на основе березы ну по крайней мере я постараюсь то что я знаю если там какой-то рецепт его разжевать не давая а вот это так съел это смешал все и кровотворение у тебя там будет ну вот так вот примерно как-то время 9.39 еще ехать ехать можно куда-нибудь заехать а можно никуда не заехать поэтому не обольщайте себя своими знаниями своим образованием это дело хорошее должен быть конкретный результат что вы достигли на основании этих знаний и поэтому результат уже будете судить о другом человеке а также о своих достижениях ну на этом я заканчиваю что-то появится новенькое сообщение хорошая вещь вот этот постик с помощью его я вижу в эту камеру себя когда главное настроить и дальше я уже с него выключаю сейчас нажму исчезнет красная лапочка благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про доброго здоровьица и до новых встреч до новых встреч